Понятно. Да более того, слушайте, у нас в стране действительно миллионы людей, которые оказались в очень трудной ситуации. Я считаю, что вообще программа, государственная программа, чтобы человек всегда знал, что в уровне его доступности есть место в каждом городе, куда он может прийти, его всегда накормят и уложат спать. И денег не возьмут, самое главное. Да, нет, не гостиницу я имею в виду, а именно государственная вот такая ночлежка. Человек, знаешь, он всегда может прийти переночевать и что ему тарелку супа дадут. Потому что это дает ощущение безопасности. Еще очень важный вопрос, который мы здесь понимаем, это отсутствие пьянки. То есть мы, это одно из условий, ты можешь хоть каким быть, но никогда, чтобы ты не пил. Почему? Чтобы ты другим людям не мешал отдыхать, работать. И очень важный вопрос, то есть люди потихоньку, мы их пытаемся социалить, чтобы они возвращались в общество. И у нас, вы не поверите, несколько даже свадеб было, когда люди сошли, уже сняли общее жилье, уходят. И уже, найдя новое место жительства, сюда просто приносят еду или еще что-то, ну, поддерживают. То есть это плохо, конечно, сказать, что поддержание каких-то традиций, но, по крайней мере... Слава Богу, что есть такие люди, как вы, которые этим занимаются. Спасибо вам огромное. Понимаете, плохо, что государство это не занимается. Но вот я, когда приду к власти, обязательно сделаю так, чтобы это было государственной программой. У нас огромное количество людей в трудной ситуации. Нужно делать так, чтобы государство было обязано в каждом городе иметь места, где всегда человека накормят и уложат спать. Когда он попал вот в такие трудные обстоятельства, это должно быть делаться бесплатно. И таких, как вы, людей, подвижников, нужно поддерживать. Спасибо. Вы, слушайте, вы, по сути дела, на свои деньги это все делаете. И вы же видите, что это, ну, не показное. Здесь реально проживают люди. Здесь, ну, реально создается какое-никакое... Сейчас вы увидите, что там столовая, и мы сделали малильную небольшую куру.